Томанное утро сегодня. Чудесные птички поют, поезда вдалеке уходят. Друзья, добрый день. Помню такую присказку с детского сада. Скоро сказки сказываются, но не скоро дела делаются. Итак, датчики давления масла 30 PCI. Не знаю, тут видно или нет. Хорошо ли видно. Не очень. Дело в том, что у него конусная резьба на 1,8 27 MPI. В принципе, это такие есть переходнички, но вы знаете, что у меня в наличии только лишь переходничок на трубную резьбу на 1,4, который я уже успешно использовал на датчик давления масла. Ну и для того, чтобы решить эту проблему, я приобрел вот такой быстросъемный 1,4, который вот сюда как раз очень хорошо вкручивается. Быстросъемная часть вот эта отрезал пневматическую, она здесь не нужна. Вместо нее нарезал резьбу конусную 1,8 27 ниток на дюйм. А чем нарезал? Вот такими метчиками. Вот это обозначение, 1,8 дюйма, 27 ниток на дюйм. Вот такие два метчика. Один, скажем так, первичный, он чуть меньшего диаметра, чуть меньшего размера и чистовой. Вот достаточно было не такой уж большой глубины, ну где-то, может быть, размер диаметра прорезать, чтобы достаточно плотно это дело зашло, закрутилось и работало. Вот в таком виде датчик, соответственно, будет работать. И в силу его легкости, в силу его, так сказать, компактности, я планирую его смонтировать на трос сцепления. Просто-напросто чудо-изолентой китайской резины. Его притяну или хомутиками, так сказать, зафиксирую. И он будет, собственно говоря, жить на достаточно компактном варианте. Но об этом чуть позже. Ну, друзья, удалил я старый датчик механического типа. Я так думаю, что все-таки не сам датчик был виноват, а земляной контакт. Он то был, то не был, видимо, из закислившегося вот этой контактной проволочки. Надо было просто припаять к его корпусу проводульку, и, наверное, не было бы проблем. Но, неважно. Идем дальше, двигаемся дальше. Новый датчик очень удачно расположился вдоль троса сцепления. Вот в таком виде достаточно, в общем-то, жестко. Ну, как жестко, прочно. Вот. Еще хомутиками здесь подстрахую где-нибудь. Вот. Но держится он на сырой резине. Синтетическая такая, изолента специальная. Вот. Что еще? Ну, собственно, все. Проводка еще не подключена. Контроллер еще не перепрошит под новые значения. Это немножечко отодвигается вперед. Но вот внешний вид уже более-менее, более-менее, сказать так, поприличнее. Можно сказать, даже и неплохо. Ну, вот. Двигаемся дальше, друзья. Ну, вот, друзья. Вот программа залита в микроконтроллер, который мы уже смонтировали и загерметизировали на вот кусочки проводов. Вот здесь. Точно таким же макаром, точно таким же образом и датчик расположился на тросе сцепления. Вот. Петелька провода, чтобы без натяжения было излишнего, не натягивалось. Ну, и трубочка давления, которая передается с фитинга вот этого на механический, точнее, как бы сказать, визуальный датчик давления и электронный. Теперь мы заводим мотоцепу. Проверяем, как он работает. Мерцание красным цветом говорит о том, что давления нет в системе совсем. Заводим. И вот давление пошло. Заводим. Заводим. Один зеленый. Красный. Красный. Я думаю, что сейчас и красный должен замигать всеми четырьмя через какое-то время. Получается, что, да, ну вот сейчас вы видите. Индикатор простой, все еще показывает некое давление, потому что он инерционного типа. Пока с него масло не сольется. Холодненькая она стекает долго. Горяченькая быстрее. Вот. А цифровой уже показывает более быстро давление. То есть теперь, наверное, ему можно доверять. Давайте еще раз заведем, посмотрим, насколько он быстро скажет, что давление восстановилось. Да. на полостом ходу. Масло все холодное. Горит один зеленый, что означает, что давление больше, чем 0,15 атмосферы. Чуть-чуть погазуем. Два зеленого, когда больше, чем 0,3 атмосферы. Вот такая квартира меня вполне устраивает. Если будет гореть один зеленый на полостом ходу, на горячем двигателе, это означает, что все в порядке. Так. Ну вот, друзья. Такая. Работа двигателя. Вот она уже, наверное, стоит посмотреть. Может быть, немножко подбегулировать. Такая. Все тихо и тихо. С проблемами. Почему-то. Почему-то. в принципе. Ну, еще так себе. Через 5000 стоит поменять, наверное. Пробег почти 29. Ну вот, друзья, я думаю, что это уже, скорее всего, успех. Это, скорее всего, успех. Вот, если, конечно, этот датчик не будет врать со временем. Маслица поступает обратно в картер. Вот, из механического датчика уже тоже сейчас пузырьки воздуха пойдут. Вот, обратите внимание, вот они пошли. Вот, механический датчик, в принципе, хорош. Я ничего не хочу сказать против. Можно только им пользоваться. Но, честно говоря, если цифровой покажет себя надежно, то, наверное, придется от механического отказаться. А может быть и нет. Я пока даже не знаю. Может быть, оба будут действовать. Оба хороши по-своему. Каждый по-своему. Вот, соответственно, я, наверное, уже теперь могу к этому датчику выложить скетч. Скетч – это код программы, который был написан специально под него. Ну и, может быть, если кому-то захочется, можно им будет воспользоваться. Вот, спасибо за внимание. Ребят, всего доброго. До свидания.